Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим домашние сухарики с сыром. Такие сухарики нравятся как взрослым, так и детям. Они отлично подходят для перекуса под просмотр фильма. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем один батон и нарезаем его ломтиками. Я взяла уже нарезанный батон. Ломтики батону нарезаем небольшими кубиками или брусочками. Для сухариков желательно использовать свежий белый или ржаной хлеб. Тогда сухарики будут рассыпчатыми и хрустящими. Если для сухарика взять черствый хлеб, то сухарики скорее всего получатся твердыми. Нарезанный хлеб выкладываем на противень и равномерно его распределяем. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Сушим хлеб приблизительно 15-20 минут. В процессе высушивания хлеба один или два раза его перемешиваем, чтобы он более равномерно подсох. Готовим заправку для сухариков. В мисочку наливаем 3-4 столовые ложки горячей воды. И насыпаем 1 чайную ложку соли с небольшой горкой. Все перемешиваем до растворения соли. 80 грамм сыра, который хорошо плавится, трем на мелкой терке. Подготовленный сыр кладем в соленую воду и перемешиваем. Достаем сухарики из духовки. Они должны стать сухими как снаружи, так и внутри, но еще не поджаренными. Все сухарики пересыпаем в большую кастрюлю или миску. К сухарикам добавляем приготовленную сырную заправку. Все хорошо перемешиваем, чтобы сырная заправка равномерно распределилась. Противень застилаем пергаментной бумагой, чтобы не прилип сыр. Высыпаем подготовленные сухарики с сыром на противень и равномерно их распределяем. Также у меня на канале есть рецепт сухариков с другими вкусами. Смотрите его по ссылке на экране или в описании под видео. Оставшийся сыр на дне кастрюли тоже выкладываем на сухарики. Все опять ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Сушим сухарики еще примерно 10 минут. Обязательно наблюдайте за процессом высушивания, так как все духовки по-разному греют. Сухарики должны стать слегка поджаренными, но не коричневыми. Склеенные сухарики разделяем, пока они еще горячие. Немного остывшие сухарики перекладываем в миску и подаем на стол. Домашние сухарики с сыром получились очень вкусными и румяными. Это отличная замена покупным сухарикам. По вкусу они ничем не уступают магазинным и к тому же не содержат ароматизаторов и растительное масло. Обязательно их приготовьте, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт домашних сухариков с сыром, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok